Всем привет! Привет! На канале Сестрицы в теле и я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры вместе ведем лоб по похудению. Немного мужа похудеем. И ходим дальше. Девочки, посмотрите, какая холодина у нас там. Дождь вчера пошел перед сном, поэтому похолодалась. Потому что мы в курточках. Девочки, кто спрашивает, ходим ли мы в своих вещах, которыми торгуют. Посмотрите, как на мне эта ковтурочка классная. А джеггинсы как классно сидят. И джеггинсы. У Кристи все, а у меня человекные джеггинсы. Я люблю просто серенькие, а она любит черные. Девочки, этот весь кофар можно купить на канале Сестрицы в теле, можно женской одессы. Ссылочка там под описанием. Нет, сучка сейчас взяла, не желаю тебе накидать. Это я прикалываю. Вы прекрасно знаете, что это за канал. Туда можете перейти посмотреть. Да. А эти же кофточки, только пудровеньки там пока закончились, может во вторник паять. Как тебе хорошо с этими бровями, да, девчата? Девочки, мы сейчас ставим, как я ходила, на ногти и брови. Брови вы уже увидели, но там как раз ноги. Я ничего подобного в жизни не испытывала, приятного ощущения. Особенно, когда... Когда тебе брови брови? Да, у меня толстые волоски все это вставили. Что ты глядывал? Смотрите, вначале мне покрасили волосы, а потом мне выдергивали такие вросшиеся, самые толстенные, большие брови брежнева выдергивали. И так выдергивали больно, что так было больно, просто жуткая жуть. Девочки, я пришла на окрашивание брови. И что, мы будем не только окрашивать, что вы будете еще делать? На долине волосы. Так. Мы уже нанесли что-то мне на лицо. И будем делать красивую форму брови. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 грамм и банан победно со светланы будем есть тушеные овощи тут кабачки баклажаны болгарский перец лук чеснок зелень а также по одной сосиски молочной и по яйцу отварному на ужин я буду есть омлет из двух яиц также ложка сметаны я отдельно делила белки белки от желтков взбила белок и у меня такой воздушный пышный мне так нравится когда мы лет такой воздушный а также имбирь маринованный много укропа и 1 болгарский красный перец девчата мы ушли из центра потому что там музыка заиграла все уже девять часов утра резко заиграла музыка ветер там дует сильный мы прибежали парди чуть-чуть затишек нету музыки они но идей конечно уже много опять девчата нам прислали посылочку света рассказывает виктории дочь отца которая нам часто часто очень пишет комментарии вопросы да и вопрос задает от виктории пришла посылочка и она нас нарисовала девчата сейчас покажем одна картина а мы как раз так и сидим как всегда как раз это везде улыбаешь и вот вторая картина сама она нарисовала девчата посмотрите вот на этой картине как вы похожи да и на то и похоже на это и вообще нет но тут тоже похоже но тут прям вообще сильное сходство языка спасибо огромное милым сестричкам кристине и свете от виктории 2023 год спасибо огромное нам так приятно мы вообще не ожидали таких подарков девочки спасибо очень приятно века виктория спасибо тебе огромное огромное приогром вот ее тут роспись мы у нас там на работе по воле в шоке да когда не повесим такую красоту так далее а мы уже ставили мои брови да наверно девчата очень много пишут комментариев опять и различных попросила из золотинки из файлика я к ты ищешь да да я просто где-то за скриншотила у меня что-то заглючила телефон и первый вопросик они вопросы разгружалась на огурцах арбузе девочки что делать когда стресс плохое настроение чтобы не сорваться и тут одна девушка уже пишет стресс хорошо тушится физ нагрузками на самой дороге за час и стресс как рукой снимает вообще самая лучшая такая свековая дорожка и либо бассейн еще бассейн вообще негатив весь мывает полностью а еще многие психологи советуют генерал генеральную боку о да это в первую очередь начнись с одного самого сложного угла который вы никогда не прям выбрасывайте всю подчистую что вот вы там не очень носите или вам не нужно не жалейте просто выбрасывайте 5 лет это уже точно надо выбрасывать и после развода двое суток все выбрасывала у меня там ничего не осталось я полностью дом вынесла и мне так стало хорошо девочки очень сложно выбрасывать например когда ты живешь с мужем а он любит старые свои вещи скапливать какие-то не только старые вещи а там какие-то она вообще не поменял а потом я с девочками разговаривала многих мужья там делают то что-то пилил и какие-то доски у нас там они потом пригодятся эти зелезячки пригодятся эти запчасти мне понадобятся и вот эти все по углам что-то лежит начинается у меня это больная тема потому что мы каждый раз как выходной я собираюсь что-то выбросить а мне как всегда никто не дает а андрюша там все скапливает да конечно я думала что это только у меня просто у девочки расскажите у вас есть такое тоже почему-то это мужчинам больше не свойственно и маскина и да говорят и говорят поговорю что мы женщине легче со старыми вещами расстаются вот так что вот сделайте генеральную убойку сходите спортзал либо бассейн позовите либо подружку либо сами включите какую-нибудь мелодраму или как то что вы любите фантастику не желаю советую ой не комедию я хотела сказать что-нибудь не напрягайся мультик какой-нибудь и елочек заварить лучше что-нибудь веселое не грустно только не пейте алкоголь это все ухудшает плохое настроение может очень плохие после довести алкоголь даже лучше конфет поесть чаем на это лучше чем алкоголь потом вообще запойте куда сейчас тебе скажут что ты не должна советовать потому что это тоже зависимость от конфет и тоже скажу что этого ни в коем случае делать нельзя и надо что-то вообще говорят надо идти к психологу он пропишет антидепрессацию но если не большая депрессия небольшое просто плохое настроение где столько денег насобирает на психологов там блин на стоматолога то и не наскребешь а вот столько же как стоматолог у нас привыкли женщины бороться сами со своими стрессами подружками советоваться которые такое насоветуют вы все пишете правильно а я начинаю поправляться и съем больше даже тысячи килокалорий очень обидно худеть тяжело только если ем 800 тысячи килокалорий дальше все идет только в плюс или стоит на месте вот так и это замечено не только вот просто многие удивляются что как 1200 вы должны быть растиночкой 1800 ваш нормальное это похудение смотрите девочки не хочу одному блогеру делать рекламу бесплатно тем кто-то платил когда за какую-то рекламу вот я смотрю иногда блогера она интересно ведет она тоже худеет она в италии но кто смотрит всех блогеров он знает живет в италии и она ходит с большого веса 150 чем-то килограмм и она очень интересные тоже ролики снимает про италию мне нравится смотреть и она и тоже говорит говоря ну говорили психиатра была психолог диетолог у нее есть деньги на ко всем этим врачам ходит и они сказали что надо худеть на 1800 килокалорий но потом она пошла к диетологу и диетолог ей сказал что вам нужно снижать калорийность и есть на 1200 потому что вы 1800 едите сколько уже два года и толку никакого нет вам надо наоборот уменьшать калорийность значит вашему организму 1800 не подходит значит у вас вес набирается такой калорийности сейчас опять такой спор начнется под этим роликом хорошо в споре ожидается истина девочки пишите конечно многие напишут что от я худею на 1800 так это классно мы же видим таких девочек которые сама уже 45 килограммов она на 1800 худеет так это повезло вам классно же таким метаболизмом вы можете есть на 3000 килокалорий и вы не будете поправляться если вы будете еще при этом спортом заниматься если вы на 1800 худеете уже вам больше спокойно 3000 хомячить сходи в спортзал и у вас будет потянута фигура это же просто великолепно вам вам от природы повезло скорее всего те кто пишет уже нет хорошему ближе вес 3000 вы наверно больше вы наверно больше 80 килограммов никогда не поправлялись если вы при 1800 уже худеете значит больше 80 килограммов и не поправлялись это так по статистике вот еще одна девочка мне сейчас только что написала что она как раз чья и ест с йогуртом и то киви добавляют разные фрукты вот как мы и предполагали что так будет вкусно и она говорит что совершенно не чувствует никаких семян а просто вкусный йогурт и еще многие написали что от него не худеешь а он просто улучшает пищеварение но самое главное что но все равно способствует похудая что если кишечник чистится значит все равно помогает ну конечно все же написали если потом еще догнаться пиццей а видела комментарии девочка написала что я один из разгрожалась на молоке а потом перед сном съела год я тоже тут много очень слышала почитала как вредно молоко пить настоящее что вредно сейчас тоже будет очень много комментариев как может быть молоко вредным так очень много из крупных городов которые продвинутая молодежь они вообще считают что ни в коем случае нельзя пить и не дают детям даже пить мы выросли на молодея мы ходили девочки мы жили когда в частном секторе нас родители отправляли к бабе не помню галя по-моему папа галя она меня блинчиками с вареньем кормила я любила эту женщину и у нее были коровы и мы ходили каждый день с трехлитровым баллоном к ней за молоком подавали свой баллон она нам выносила молоко как раз и мы его пили все потом еще ходили за козьим молоко и вот ты говоришь вредное окормление материнское на молоке потом на украине переходят не знаю мне кажется если нет аллеоги если там усвояемость есть то оно полезно в детстве сейчас я его не пью не понятно что потом надо когда ты вырастаешь надо пить кисломолочный продукт но почему-то все равно многие любят настоящее молоко но я люблю молоко именно только в кофе так я его тоже девочки если его стакан сразу целиком выпью молока вот так вот то у меня тоже начнет бурлить все в животе может ничего не произойдет но бурлить будет очень сильно у меня ничего не болит мне просто вкус не нравится мне нравится сам вкус молока просто ты кисленько все ешь молочное да я кишки люблю ряженку мацони я тоже люблю не так прям уж сильно я помните говорила что я вот это все не киде отношу а все к питью и знаю сколько в этом во всем калорий я сразу предпочитаю выпить воды потому что я знаю уже в голове своей просчитываю что если сейчас стакан кефира это мацони съем это все еда а внутренне у меня там желудок его воспринимают как питье и мне сразу есть хочется мне недостаточно того что там йогурт этот съела но смотрю некоторых девочек которые вот я не знаю вот классно у кого не растянут этот желудок вот ты когда смотришь худенькая эта дюймовочка нет это я хочу сказать наоборот кто может быть так семье хорошо ели что их не перекармливали ничего вот сидит она у нее яблочко и йогурт она потихонечку усила не вот так вот не бежит она никуда она двадцать минут этот йогурт сидит едет с двух ложек поглотить и все у нас сейчас есть двадцать минут чтобы поесть не надо спешить не ну привычка видимо остается и вот сидит девочка например бананчик откусила и банан жрет тридцать минуте не надо банан это рассказывать как вы иди а банан то вообще там заглатывается за одну секунду что-то переживала поглотился он же мягенький и вот так одним сразу куском все устало в этом желудке и пуска перемалывается как хочет ой опять посмеялись про это глотание девочки но сорок лет сложно эти привычки меня это вообще это хорошо ребенка уже не переделаешь 7 лет в нашем возрасте ну смотри мы же все равно вредный продукт ну да все равно же пытались попытались поменять хоть что-то если бы мы продолжали в том же время питаться я не знаю жива бы я осталась в этом возрасте нет у меня уже такое что-то происходило мне же говорили какие-то изменения в сердце уже происходят ну да такая была отдышка и я бы за 2 года что сейчас мы наоборот похудели на 20 килограмм я бы набрала у меня было бы не 121 а 150 это точно было бы килограмм может быть уже какой-нибудь инфальт бы получила девчата я вот просто смотрю вот по улице те девочки которые вот да что ж это драндулет не проедет никак а давай подожди там уже тогда написали когда мы говорили ну мотоцикл едет а там парень один написал ужас это как лайнер какой-то взлетает потому что на видео два раза громче звук этот идет микрофон сильно увечу ты что-то рассказывала что девочки которые вот у меня были знакомые подруги я вот вижу когда вот например ты запоминаешь человека не видишь его год и ты замечаешь что каждый год вот тот кто был сильно полный ты просто уже не замечаешь он толстый 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 но я сейчас когда стал худеть я я же размерами мы еще со света заниматься ну да я же объемы теперь вижу на глаз на глаз на глаз видно какой размер каждый десять сантиметров это целый размер уже ну даже не десять там по разному ну да каждые четыре и тут уже не десятку килограмм вот после 100 килограммов ты можешь блин уже по 20 килограммов за год набирать в легкую два килограммчика в месяц нажать ой как легко и получается вот вам 20 килограммов за год ага так тут не похудеть а можно разжиреть 20 килограммов в год тут многие всегда говорят ой здесь бы хоть не толстеть потому что ой как сложно аппетит растет вот это вот как его увеличивается жажда наживы твоей плоти это там понесло тебя опять так потому что ты с каждым разом все больше и больше есть хочешь человек вот это же во всем так во всех зависимости такая история что больше и больше надо да так оно и есть девочки а мы побежали на работу кто по делам кто что у нас свои планы и мы с вами прощаемся пока пока хорошего семья пока пока